В далекие самоиздатовские годы перепечатывал на машинке копирку, и я читал еще в самоиздате. Он перепечатывал Кастанету? Да, в том числе. И мы брали друг у друга, ну тогда еще не издали первые тома, мы потом их начали издавать, и мы читали уже так, но то, что было, я читал в самоиздате. И потом мы с жадностью проглатывали, когда начала София издавать и все остальные Кастанеду. Это было еще до контакта с учителем, и потом вначале мы с удовольствием читали эти тома, и мы обсуждали. Единственное, что мы не практиковали учения Карлоса Кастанеда, потому что там вначале написано им же, что без учителя не надо. Вот. И вот тот понятийный аппарат, он четкий и прописанный, который у Кастанеды, вот как эзотерически, как то, как построено все, вот эта концепция, точки сборки и так далее, очень устраивал на фоне, чтобы в те годы была большая каша в голове. Мы читали тогда все подряд, и в общем-то, я думаю, примерно все одно и то же читали, потому что книг было не так много. Но это вот среди всех структурных книг того времени, вот как-то это импонировало очень своей четкостью. Конечно, когда мы начали понимать смысл дзевчен, то это еще более структурно, еще более четкое, внятное, ясное учение. Но какое-то время, да, мы действительно, и мы еще потом много лет, мы как бы просто даже описывая что-то непонятное, использовали понятийный аппарат из Кастанеды. Например, проточку сборки, или там про сновидения и так далее. Сталкинг, тональ, нагваль. Так точно. Метафора остров-тональ очень хороша. И чуть позже я узнал, не знаю, насколько это правда, что Кастанеды много позаимствовало из тибетского буддизма, но не буквально как материал, а структуру понимания. Но он был замечен в том числе на семинарах Чуге Матунгпа. Вот. Я думаю. И я думаю, это то, что хорошее. В любом случае, как бы, можно верить, можно нет, но его книги сыграли определенный толчок, потому что могло быть что-нибудь другое, потому что в те годы у нас не было выбора, и мы все поглощали, ну, может быть, в Москве было лучше, но вот в провинциальных городах вот то, что приходило, то и ели. И известен такой феномен, что первое впечатление остается надолго. И хорошо, что это был Карлов Кастанеда. Я благодарен, например. Карл Кастанеда Продолжение следует...